С вами канал Азбука Радио Схем и сегодня наш подопытный это регулируемый стабилитрон TL431. Одна из самых популярных деталей наверное в мире. Если вы кто-то не встречал его, то вы многое потеряли. Практически любой импульсный блок питания вы там найдете эту деталь. Также она применяется еще во многих-многих конструкциях. Может даже и не задумывались и путали его с обыкновенным транзистором, хотя его часто видели на плате. Вариантов исполнения корпуса этой детали несколько. Это все можно увидеть в документации. Но одна из самых популярных вариантов исполнения это корпус TO92. Сегодня мы не будем издеваться над этой деталью, ставя над ним разные эксперименты, а мы научимся проверять его легко и быстро. И для этого нам понадобится простой мультиметр. Даже можно использовать стрелочный мультиметр. Я расскажу о трех вариантах проверки. Каждый из них очень простой, но есть маленькие отличия. Если у вас стрелочный мультиметр или без прозвонки диодов, или даже если прозвонка диодов есть, но он не может прозвонить светодиод, то мы будем использовать первый метод. Он немножко сложнее. Потребует две дополнительных детали. Если у вас мультиметр позволяет прозвонить светодиоды, это легко определить. Берем любой светодиод, переводим режим проверку диодов. Вот у меня зажглась диод. И я прозваниваю в одну сторону и в другую. И видим светодиод загорается. Такой мультиметр подойдет еще для более простой проверки. И третий метод я расскажу о нем в конце. Итак, начнем с первого метода. У вас есть прибор электронный или стрелочный, но он не умеет мерить диоды, или если даже умеет, но не умеет проверить диод с падением напряжения более одного вольта. А точнее это светодиод. Тогда мы будем использовать его в режиме вольтметра. Также нам для этого понадобится резистор. Можно допустим на 500 Ом. Все зависит от того, какой вы выберете источник напряжения. Можно использовать вот такой аккумулятор 18650. Можно использовать две микропальчиковых батарейки в сумме на 3 вольта. Можно использовать вообще блок питания. Схема собирается очень простая. Вот как на этом рисунке. Сейчас я ее соберу и мы проверим. Закорачиваем его два крайних вывода. Плюс подключаем катоду минус каноду. Переключаем наш прибор на замер постоянного напряжения и меряем катод-анод 2,5 вольта. Наш регулируемый стабилитрон исправен. Второй вариант более простой. Но ваш прибор должен поддерживать прозвонку светодиодов. Вот я включил на проверку диодов. Беру светодиод. Подключаю. Как видите, светодиод загорается. И показывает падение напряжения 1,6 вольта. Если вас также прибор поддерживает прозвонку светодиодов, то значит он подойдет и для проверки регулируемого стабилитрона. Тогда нам не нужен внешний источник питания. Мы его убираем. Убираем резистор. Единственное, что нам останется только нужна вот эта перемычка. Или можно просто соединить две крайних ножки между собой. Мерить будем относительно центральной. Проверяю в одну сторону. Минус прибора я подключил к аноду. Плюс к катоду. Падение напряжения 2,5 вольта. Проверяю в обратную сторону. 0,654 вольта. Почему это так происходит? Опять же, давайте глянем на схему внутреннего строения нашего стабилитрона. Здесь на схеме мы видим транзистор, который стоит от входа регулировки на анод. И он включен так, что если мы будем прозванивать его, он будет показывать как обыкновенный диод. В одну сторону он будет пропускать, в другую нет. Также здесь стоит защитный диод по выходу. Вот он и звонится, анод, катод. Когда показывает наш прибор 0,65 вольта. Сейчас я уберу перемычку и мы проверим между управляющим электродом и анодом. Вот это напряжение 0,69 вольта. Почти 0,7 вольта. Если мы сейчас будем прозванивать без перемычки анод, катод, то мы только увидим диод, в обратную сторону он прозваниваться не будет. Но стоит замкнуть два крайних вывода и он заработает 2,5 вольта. Что и требовалось нам доказать, что проверять прибором очень легко. Единственное, что ваш прибор должен поддерживать это. И третий способ, он еще более проще, но он требует дополнительного оборудования. Это китайский мультитестер. Тогда вы так само можете замкнуть эти два вывода и подключить его к любым двух контактам тестера. Включаем тестирование и на экране мы видим два встречных диода. Точнее, один будет из них диод на падение напряжения 6,5 вольта. А второе это стабилитрон, который на 2,5 вольта. Надеюсь, что этими методами вы будете пользоваться хотя бы одним из них. Методы, как я и сказал, очень простые. А в следующих видео мы начнем разного рода эксперименты над этой очень популярной деталью. А на этом всем пока.